Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Прочитайте, озаглавьте текст. Какие признаки золотой осени описаны в отрывке? Выпишите предложения с обобщающим словом при однородных членах. Расставьте пропущенные запятые. Укажите нераспространенные предложения. Какой частью речи выражены в них сказуемые? Назовите виды орфограмм на месте пропусков. Пришел сентябрь. После знойного лета, после августовских теплых дней, наступила золотая осень. По опушкам лесов еще растут грибы, красноголовые подосиновики, зеленоватые и розовые сыроежки, скользкие грузди и душистые рыжики. На старых пнях жмутся друг дружки тонконогие опенки. В маховых болотах ожерельем рассыпана по кочкам румяная клюква. На освещенных солнцем полянах краснеют гроздья рябины. Чист и прозрачен воздух. Далеко слышны, отчетливо разносятся голоса. На дне лесного ручья виден каждый камешек, каждая тонкая травинка. По прозрачному высокому небу бегут и бегут облака. Текст можно назвать так. Осень наступила, прекрасные дни сентября. Предложение с обобщающим словом. По опушкам лесов растут грибы. Грибы – это будет обобщающееся слово. Красноголовые подосиновики. Выделяем запятой. Зеленоватые и розовые сыроежки. Запятая. Скользкие грузди и душистые рыжики. Найдем предложение. Простые, состоящие только из подлежащего и сказуемого. Пришел сентябрь. Сентябрь у нас выражено именем существительным, подлежащим. Пришел глаголом. Чист и прозрачен воздух. Воздух – это имя подлежащее, существительное. Чист и прозрачен, краткий, прилагательный. Орфограмма. Простут – это слово с чередованием гласных корнем. Красноголовые – соединительный гласный в сложном слове. Красный и головый. Бывает только соединительный гласный или о, или е. Сыроежки – сыроежек. Звонкие, глухие. Проверяем, чтобы дальше шла гласная. Скользкие – скользить. Тоже правило. Парные, звонкие, глухие, согласные в корне. Отчетливо. Буква о, е после шипящих. Отчетливо. Слышим о, пишем е. Разносится, разносится. Это глагол второго спряжения. Пишем с буквой я. Разносится, неопределенная форма. Травинка. Травка. Проверяемые безударные гласные в корне. Облака. Это словарное слово, непроверяемые безударные гласные в корне. Выполним морфологический разбор слова прозрачен. Прозрачен воздух. Это прозрачен, прилагательное. Воздух оков прозрачен. Начальная форма прозрачен. В данном случае в краткой форме. В единственном числе. В мужском роде воздух он мой. Воздух каков прозрачен. Предложение является обстоятельством. разносится. Глагол. Голоса. Что делают? Разносится. Неопределенная форма. Разносится. Что делают? несовершенный вид. И второе споряжение. В настоящее время разносятся. Что делают? голоса. Множественное число. Третье лицо. Они. Голоса. Что делают? Разносятся. Предложение является сказуемым. По прозрачному высокому небу бегут и бегут облака. Синтаксический разбор. Облака. Что делают? Бегут и бегут. Грамматическая основа. Подлежащее сказуемое. Бегут. Почему? По небу. Дополнение. По небу какому? Прозрачному и высокому. Определение. Предложение повествовательное. Не восклицательное. Простое. Осложнено однородными сказуемыми. Бегут и бегут. Понравилось видео? Ставь лайк. Подписывайся на наш канал. Если есть предложение и пожелание, оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео.